территория расположения воинской части 47 280 алтислагер сегодняшний наш объект посещения столовая этой этого воинского подразделения здание столовой вот она в кадре намерены сделать видеосюжет свое участие и и соседние казармы или соседние объекты что в округе или мы ничего не будем делать или фотографии я уже пробежался сделал вокруг этого здания внутри признаться я раньше здесь бывал фото и видео делал но не в том объеме вот здесь входа нет как впрочем из другого крыла видно что заложен кирпичом в казармы в эти не попасть через двери мы были в этих кирпичах кстати в материалах группы алтислагер имеется раздел видео ранее размещал там некоторые видео как и другие участники группы они были в общей куче непонятно долго искать с некоторых пор стало проще появились каналы можно зайти посмотреть сразу и так уже потихоньку вот еще одна казарма войдем мы вот здесь вон там видно дверь открытая с вами распростертыми объятиями это видимо вход был служебный как и мы вон там сейчас были там тоже дверь закрытая но там что-то хитрое но нет не хитрое обычно дверь подсчетки там можно подняться было на второй этаж мы поднимались фото мы сделали сейчас посмотрим можно ли сделать видео вот здесь мы с вами зайдем посмотрим с той стороны на здание столовой а попутно убедимся что нет здесь здание в коем был спортзал спортзал вон так был прямо котельная там дальше было ну много чего еще было коего уже нет просматривать создание желтого цвета это чайная это уже воинского подразделения ну в разное время мне бы вроде магазинчик был вроде там фото жил какие-то подразделения в разное время когда будете комментировать имейте ввиду что за 50 лет здесь были разные воинские части поэтому указываете всегда год какой вы помните то или иное событие кто размещался в этих помещениях или питался в это здание тоже видно что заложено брушинс обрушен козырек вот здесь вход в подвал и вы не войти другие там есть доступ после видео попробую войти посмотрели вокруг сегодня 9 9 февраля 2016 года вот из лагер территория расположения воинской части 47 280 помещение не так будет сквозняк там есть но не так будет гудеть заходим будем тут быстро ходить и дабы имели представление нынешнем состоянии фото не дают полного представления почему делаем видео это как общий общий зал что ли тут раздаточный или что тут был или варочный цех не буду сочинять велосипед знакомый щитовая посторонним вход распрещен мы не полезем сюда так посмотрим чуть-чуть ключ находится у дежурного электромонтера нет на месте монтёра зато вот здесь есть некоторые наклейки которые монтёра ведь нас ставят они только обозначены наклейками даже не знаю куда идти давайте пойдем вот здесь темно проскочим быстренько идем с вами вот здесь вот такой же зал как мы просто посетили с той стороны внутри тут всякие небольшие помещения видимо тут и подсобное помещение столовой вот тут что-то видно пищу выдавали или посуду здесь общий вход вот чтобы убедиться вот мы пройдем здесь велосипед сейчас будет справа да будет уже дальше идем сюда вернемся пока пойдем в левое крыло сквозняк давайте в окошко заглянем вот здесь посмотрели это копия столовой соседнего воинского подразделения артполка 60 413 только одно крыло там а здесь два зал посмотрели бегло вот тут как раз был вход там где козырек обломан рухнул вот это заложено вот здесь мы если войдем с вами сразу попадаем в зал вот он зал направо видимо одна заготавливать пищу шли вид до заготовителей ох не знаю не буду сочинять так и хочется вспомнить как и в моем воинском подразделении где проходим во воинскую службу а прото шли заготовителей 3-4 человека ну и так далее да в этот зал один второй небольшой поменьше зал здесь мы выйдем здесь опять таки видно судомоечные помещения так я представляю как но дальше стена разломана видно территорию артполка через разлом а с левой стороны вот здесь можно было увидеть находилось здание спортзала лифт нет фотографии есть у нас в материалах группы алтислагер темно вот посмотрели что то мы не то не то мы зашли куда то не туда туда будем думать туда вот здесь мы выходим и попадаем в следующее крыло крыло или то вот такие же здания такие же помещения извините здесь мы были с вами ну понятно что все рушится вот тут ЦК КПСС вон видно посмотрим сейчас чтобы на гвоздь не наступить вот зал такой же вот зал такой же вот брошено все состояние плачевное вот здесь был вход с этого крыла вход давайте посмотрим вот посмотрели дырочку дырочку оставили это уж не знаю для вентиляции или для летучих мышей не представляю здесь здесь немножко иначе чем в том крыле вот мы здесь были сейчас топливо рассматривается это все одно здание мы сами быстро заходим в подвал надеюсь снова попасть отсюда мы прошли попадаем видимо комната дежурных здесь можно тоже зайти со стороны расположения артполка мы же идем далее дверь металлическая чтобы тут хранили очень ценные две комнаты поднимаем еще на второй этаж вот вот мы сюда идем с вами мы пойдем в ту дверь направо а почему то я здесь не заходил сегодня сюда именно я вернусь сделаю фото по-моему нечего сюда и ворачиваться Курск Бухара это мы на втором этаже столовой здание столовой это здание не представляет для чего помещение может быть даже учебный класс здесь как знать сюда мы с вами хотим зайти да мы хотим а я выйду давайте посмотрим другую сторону вот тут еще одна дверь осторожно двери открываются посмотрим на территорию артполка пусто все солнышко было теперь его нет зима 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 холода сегодня 8 градусов тепла пристрелка и стрельба на поражение смещение 5-0-0 какое-то упражнение задача номер 4 поражение наблюдаемой цели с пристрелкой по наблюдению знаков разрыва во как фото я сделал это и не делся создание воздушного репера репера это все видно было на стенах видимо или притащили откуда-то чтобы на стены положить давайте мы вот здесь мы пойдем в эту маленькую дверцу вот мы на чердаке тут ничего нет такого примечательного кроме вот еще одну нашу такую наш ходил в другом месте сейчас мы посмотрим вот я думаю что это салонка сейчас мы сделаем побольше света салонка наверное салонка или судочек для специи как бы посмотреть вот вот уже на свет вышли вот видно салонка ну надо она не надо да вот тут мы были с вами какие-то стеллажи не знаю для чего были эти полки стеллажи может быть может быть посуду сушили бог вас знает да мы уходим далее давайте заберем это все-таки солоночку кто-нибудь скажет что ж ты бросил такую вещь ценную беру погрязная это все крыша рухнула в сторону казармы посмотрим потолки крепкие упало столько кирпича а потолок держится лисичанск лисичанск у нас есть группы товарищ лисичанск мой друг кстати на одноклассниках лисичанск 86 86 88 год будет рад мерки много чего тут на шкребе посмотрим в эту сторону быстренько хочется за один видеоролик все показать или все обижать ну длинные получаются видеоролики к сожалению мало кто досматривает их видимо до конца или уж не знаю почему мало отзывов отзывы это лайк в боку вот мы выходим здесь так же как там зашли по лесенке вот здесь мы покрутились с вами все вот еще эту солонку в карман страшно ложить грязное остановиться вот это лесенка чудесенка спускаемся вот здесь видимо жилое может быть помещение это казарма напротив ребята мы были в каждом в каждой в каждом кубрике казарма в подвальных помещениях листать альбомы конечно это не одним кликом за один раз вы это ничего не посмотрите много информации надо листать листать смотрите если конечно вам это хочется делать хочется посмотреть листайте все мы уже сделали с вами учитывая то что наверняка это все снесется снесено будет так как видно что ничего хранится не будет поэтому мы это ничего не увидим вот я для чего и делаю сейчас салон вот эта дверь которая замурована салон я вам говорил в начале ролика здесь закрыт ахмар туда посмотрим тоже не видно вот это козырь вот вход с той стороны вот с правой стороны там уже стопеньки и козырек это вход для основной вот вот здесь я заходил этот погреб или подвал мало чего там интересного во-первых мой фонарь к этому не приспособлен зашел только сюда дальше уже невозможно трубы и очень мало места но была бы нужда конечно зайти можно заходим мы сюда вот тут были панели на стенах это вход как я уже говорил справа подъезда так можно сказать вот еще не вход это только тут подсобное помещение вот тут вход был вот эти ступеньки мы изнутри здания сегодня эта казарма часто попадается у нас в кадр какие-то надписи были увы их не видно все время время дает знать все стареет как и что ты сказал как и мы нет мы не стареем хорошеем вот как надо говорить вот здесь будем с вами и выходить только с другой стороны помните такая сказка помнишь какой купил автомобиль какой цвет закат знаешь знаю вот такой только синий я расскажу вот мы выходим здесь ух как пробежались мы везде с вами уже короткое время посмотрели все помещения здания столовой да конечно это что-то варочное здесь посмотрели убедились имеем представление сегодня 9 февраля 2016 года вот из лагеря осторожно напряжение кабеля еще висят без сомнения все будет снесено помните это начинали электрощитовая вот она велосипед мы возьмем выходим и вернусь за ним поскольку нам нужно в подвал еще там уже видео не будет на этом завершаем наш видеоролик всем всего доброго до свидания до новых встреч